Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекарственных препаратов избыточного в наш с вами организм, уважаемый зритель, ведет за собой воспаление прежде всего поджелудочной железы и печени. И помните, если вы хотите помочь своей печени, начните помогать ей с поджелудочной железы. Почему? Потому что из наших лекций мы уже знаем, что прежде всего мама всего организма это поджелудочная железа, а сынок ее это печень. Потому мама может воспитать, либо дать совет сыну, то есть печени. Поэтому, уважаемые зрители, сначала приведите в порядок поджелудочную железу. Поджелудочная железа это очень такой тонкий орган и печень недалеко до тех возможностей, которые, скажем так, выдает нам, нашему организму, нашему здоровью и нашей жизни поджелудочной железы, потому что она не исследована полностью. Печень уже исследована. Итак, первое поражение это лекарственные препараты. Пожалуйста, не увлекайтесь ими. Ну, конечно же, печень может быть поражена из-за токсических, всеразличных, скажем так, препаратов и не только. Всего того, чего мы едим, сегодняшний день нам говорят, что ГМО-одобавок нет, но не верьте, пожалуйста, в каждый, скажем так, продукт на сегодняшний день кидают всеразличные химические, скажем так, добавки, Ешки, мы все знаем. Вот они пагубно влияют на печень. Помните об этом. Ну, конечно же, распространенное поражение печени в связи с алкогольными продуктами. На сегодняшний день не слабоалкогольные напитки, они полностью, скажем так, уничтожают печень. Пиво уничтожает печень. Вот, но помните, уважаемые, знаете, какой бы парадокс мы ни слушали, что 30 капель алкоголя в день восстанавливают функцию печень. 30 капель, пожалуйста, не путайте с тремя литрами, либо с тремя бутылками пива. Здесь хотелось бы подчеркнуть, если вы откроете лекарственные лечебники травяные, старые, то увидите, что очень многие препараты травяные настаиваются, на чем? На водке. Но больше 30 капель никто не употребляет. На сегодняшний день многими учеными мира доказана положительная динамика восстановления печени, что при употреблении алкоголя только 30 капель. Дальше, вирусные гепатиты, B и C, что поражают печень и оставляют след. Потому восстановление печени очень долгое и болезненно. Здесь я вам подскажу уже со своего практического опыта. Конечно, поражение печени может быть связано с иммунными заболеваниями. А так как печень относится, согласно восточной медицине, к состоянию духа, потому воспитывайте свой дух. Поменьше любите себя, поменьше берегите, а где-то даже себя испытывайте и закаляйте. Вот так вот мы скажем. Ну и, конечно же, это все различные инфекционные поражения печени. Допустим, гепатит А принес инфекцию, которая, скажем так, живет. Ее нужно что? Вывести с организма. И помните, уважаемые зрители, мы не можем только, согласно западной медицины, восстановить печень. Сначала нужно восстановить поджелудочную железу, потом печень. Автоматически шок переходит в здоровую же энергетику на печень. Ну а восток дело тонкое. Ну если вы внимательно посмотрите, как проходит меридиан почек, он также контролирует, что и поджелудочную железу, и печень. Своим внутренним каналом. И вот представьте себе, у человека, у кого есть пораженная печень, либо частенько человек страдает с различными заболеваниями печени. Данный меридиан внутренний не работает. Не работает меридиан почек. Не работает он и все. Потом нужно дать энергию через точку R16 в Хуанчу. Мало то, что подзарядит данная точка, данный меридиан, но она еще что? Благоприятно повлияет и на состояние органа поджелудочной железы, и на состояние органа печени. Ну и, конечно, самое тяжелое поражение печени – это рак. Вообще-то, уважаемые зрители, не доводите до себя до такой, скажем так, уже состоянии, где рак может что? Спокойно в вашем организме жить. Либо вы создали флоуну-фауну для этого тяжелого, страшного заболевания. И данная точка R16 в Хуаньюи – точка, на которую вы имеете право воздействовать как и для профилактики укрепления и чистки восстановления печени, так и для лечения всех тяжелых заболеваний, которые уже поразили орган печени. Спасибо за внимание.